Две тысячи лет назад на Ближнем Востоке произошло нечто очень особенное. Нечто, породившее крупнейшее духовное движение, которое когда-либо видел мир. Основным постулатом христианства стал факт, что Иисус воскрес из мертвых. Его могила опустела, и его последователи предположили, что он вернулся к жизни после того, как умер. Но возможно ли действительно знать, что произошло две тысячи лет назад? Это интересно. Опять же, многие теоретики постмодернизма, люди, которые задаются вопросом, можем ли мы действительно знать все наверняка, используют тот же аргумент для событий, которые произошли 50-60 лет назад. Можем ли мы знать всю историю? Этот спор продолжается в наших аудиториях и сегодня. Меня восхищает то, что генерал Изенхауэр вскоре после окончания Второй мировой войны лично приехал в концлагерь Бухенвальд и увидел, что происходило во время Холокоста. Он собственными глазами увидел ужас всего, что творилось в этом лагере смерти, и в тот вечер записал в своем дневнике, что он хотел бы составить отчет об увиденном, чтобы позже никто не смог сказать, что рассказы о жестокости нацистов — это лишь пропаганда. Другими словами, когда Изенхауэр писал о Второй мировой войне, он предвидел, что найдутся люди, которые скажут, это была пропаганда, мы не можем точно знать, делали нацисты это или нет, разве не так же проявляют себя ревизионизм? Это историческое течение, которое утверждает, что мы не можем быть уверены в реальности Холокоста, в том, что он был, подвергая этот факт сомнению. Я хочу сказать, что если мы собираемся изучать древнюю историю, мы должны опираться на историю, на свидетельство очевидцев там, где только это возможно. Нам нужно понять, насколько они близки к фактам, присмотреться к тому, что называется критерий, почему мы должны принимать этот факт как факт, зачем и как мы принимаем решения в пользу одного из вариантов. Я думаю, мы уверены в возможности познания древней истории, потому что нельзя, например, утверждать, что Юлия Цезаря не существовала, или завеса времени мешает нам узнать, кем был Александр Македонский. Итак, я бы сказала, что проблема не в том, насколько давно произошли эти события, а вопрос в том, есть ли у нас доступ ко всем подробностям истории. Я отвечаю утвердительно, он есть. Мы судим о событии не на основании или со слов одного человека. Мы подходим к истории через точки соприкосновения доказательств. Доказательства разного плана, письменных источников, живописи, умозаключений, которые можем делать на основании таких фактов, как статистические данные. И я твердо заявляю, что мы можем подойти к воскресению Иисуса по таким точкам соприкосновения. Я занимаюсь в основном древней историей. Мой старший сын – специалист по новой истории. Иногда я посмеиваюсь над тем, что ему приходится сложнее из-за чрезмерного обилия доказательств. Он изучает Францию 19 века по миллионам брошюр и газет, архивов и документов. Жизни не хватит, чтобы докопаться до истины. Я изучаю греко-римскую культуру в первом столетии, в частности иудаизм. Здесь доказательств намного меньше. Если бы от нечего делать, я просто сел и перечитал все свидетельства греков, римлян, жителей Израиля и Палестины, относящиеся к первому столетию. Это заняло бы около года. Возможно, мне пришлось бы отказаться от гольфа и еще кое-каких вещей, но я бы смог закончить. Таким образом, в древней истории неизбежно есть много пробелов. Это просто в порядке вещей. Есть много периодов, о событиях которых в разных частях античного мира нам мало известно. В отдельных же случаях ключевые элементы были освещены в разных источниках очень ярко. Первый век до нашей эры относится именно к таким случаям, благодаря тому, что известный римский юрист и политик Цицерон написал много писем к друзьям. Эти письма сохранились, в которых очень четко и понятно описал, каким было римское общество, что в нем происходило, кто приходил, кто уходил и все такое. В столетии спустя другой римлянин по имени Синека также написал много писем, брошюр, книг и так далее. Мы достаточно хорошо можем представить себе Рим, в котором он жил. В период между ними, однако, намного ближе к Синеке, чем к Цицерону, много писем оставил Павел, который также дал нам очень точное, внятное, сконцентрированное описание того, каким было раннее христианство. С тех пор существуют эти выдающиеся документы, которые мы называем Евангелием, и которые, как подтверждают мои коллеги, восходят к свидетельству самого первого очевидца. Из них мы на самом деле можем узнать очень и очень много. Не обо всем, что происходило в течение первых 30 лет первого столетия нашей эры, а о публичной деятельности Иисуса из Назарета, в частности, о событиях, имевших отношение к его смерти, и о том, что происходило непосредственно после нее. Так что, несмотря на то, что большая часть истории Древнего мира действительно скрыта за завесой времени, у нас есть достаточно много очень точных ясных акцентов, и Иисус и Павел занимают там центральное место. И еще, первоисточники об Александре Македонском, к примеру, или об императоре Нероне, куда скуднее, чем первоисточники об Иисусе. Мы используем в качестве первоисточника не только Новый Завет, здесь многие удивятся, просто и скептики, не люди, которые сомневаются во всем подряд, а ученые, скептики, используют Новый Завет так же, как и верующие. Их цель может быть иной, но они, так же, как христиане, ссылаются на Новый Завет. И никогда не перестанут этого делать. Я говорю об ученых-скептиках. Не перестанут и не скажут, что использовать эти данные недопустимо. Но кроме этого, у нас есть около двух десятков источников, где говорится об Иисусе за период от 100 до 150 лет после его жизни, и все они не являются христианскими. Сверх этого мы располагаем археологическими источниками, а также некоторыми источниками христианского, толка не вошедшими в Новый Завет. Возьмите совокупность данных вместе, получится огромное количество информации. Часто люди спрашивают, как вы можете узнать что-то о событии, которое произошло две тысячи лет назад. И я думаю, что когда они так говорят, они не понимают, что решающий промежуток времени это не период между событием и сегодняшним днем. Решающий промежуток времени это период между событием и подтверждением этого события. Если отрезок времени между событием и свидетельством об этом событии невелик, то неважно, насколько давно случились эти события и появились свидетельства о них, веское доказательство по прошествии времени не становится хуже. Так что на самом деле неважно, насколько давно имело место событие, важен временной промежуток между событием и его подтверждением. В случае с Иисусом из Назарета, по меркам древней истории, этот промежуток ничтожно мал. Свидетельство о событии обычно принадлежит первому поколению, которое было современником самого события, людям, которые были спутниками Иисуса, или людям, которые были знакомы с Ним. Так что я считаю, мы находимся в очень выгодном положении, чтобы установить, что именно произошло тогда. Некоторые люди сомневаются в достоверности древней истории. Их главный аргумент – это что-то вроде, видите ли, 2000 лет – это очень большой срок. Но что интересно, когда они смотрят документальный фильм об Александре Македонском, они и так не говорят. Они не упоминают об этом, когда говорят о Нероне, который правил Римской империей, в то время, когда был убит Иисус, и который лишь на несколько лет пережил Иисуса. Такие факты они принимают за чистую монету. Как правило, эти слова люди говорят тогда, когда не в состоянии понять что-либо, или же когда вы хотите рассказать об истории религии, а они настроены против. Иначе говоря, они используют двойной стандарт. Когда мы смотрим на прошлое, чтобы разобраться, что же произошло, мы ищем множество источников, множество независимых источников, свидетельств очевидцев, запутанных отчетов и тому подобного. В случае с воскресением Иисуса мы имеем о нем столько же, а возможно и больше, данных, чем о переходе в 49 году до нашей эры Рубикона Юлием Цезарем. Разницей между ними и основной проблемой является не недостаток исторических данных, а вопрос мировоззрения, потому что воскресение Иисуса требует присутствия сверхъестественного существа. У историков есть особые стандарты для изучения истории, крайним свидетельствам, независимым источникам и так далее. В соответствии с этими стандартами, воскресение Иисуса можно подтвердить очень легко. Почему же люди настроены так скептично? Не из-за нехватки доказательств, а потому что событие это само по себе сверхъестественно. А это уже вопрос не фактов, а мировоззрения. Если чье-либо мировоззрение является причиной отрицать воскресение Иисуса из мертвых, они всегда будут искать альтернативное объяснение. Позже мы рассмотрим несколько таких версий. В следующей программе мы обсудим, является ли воскресение Иисуса из мертвых легендой, которую сложили спустя сотни лет после его жизни. Субтитры создавал DimaTorzok